Терроризм не пройдет. Турция – пособник терроризма. Под такими лозунгами в Иванове прошли одиночные пикеты активистов партии ЛДПР. Напомним, во вторник в СМИ появилась информация о том, что на границе Турции и Сирии был сбит российский военный самолет Су-24. На его борту находились два пилота. Один из них, командир экипажа, погиб. Событие вызвало широкий общественный резонанс. Ивановцы тоже не остались равнодушными. Все люди, которые здесь сейчас стоят, – это активисты партии ЛДПР, это реалы-активисты, которые отстаивают не только свою жизненную на данный момент позицию, и выражая свое мнение таким вот образом, но и отстаивают позицию ивановцев, обычных рядовых ивановцев. ЛДПРовцы выстроились по периметру на площади революции в 50 метрах друг от друга. Такие меры предприняты, чтобы узаконить акцию. Депутат Государственной Думы Сергей Сироткин, который приехал поддержать активистов, дал свою оценку сложившейся ситуации. По мнению собравшихся, повлиять на ситуацию можно только общими силами. Призвать Турцию, если не к ответу, то хотя бы к публичным извинениям. Это личный порыв каждого гражданина. Я считаю, что любой на моем месте должен выйти и отстоять свою гражданскую позицию, достучаться таким образом до власти. Крушение Су-24 стало ножом в спину со стороны дружеского турецкого государства. Вопросом, какие отношения теперь будут связывать Россию и Турцию, озабочено не только мировое сообщество, но и местные депутаты. Считаю, мы должны призвать турецкую общественность, которая проживает на территории России, на территории Ивановской области, дать свою оценку действиям своих властей, чтобы мы понимали дальнейшие наши партнерские или уже недружественные отношения. Подобные одиночные пикеты прошли на территории всей страны. И по словам ЛДПРовцев это только начало. В случае, если ситуация будет и дальше усугубляться, члены партии серьезно настроены собрать многотысячный митинг в столице. Уже сейчас известно, если акцию разрешат официально из Иванова отстаивать свою гражданскую позицию, отправится более десятка автобусов с активистами.